Катя с мамой, бабушкой и младшим братом в этом доме живут больше пяти лет. Последние два года их жизнь напоминает кошмар. Дядя девушки самовольно прописался в них во дворе. Он пропил жилье и остался без работы. Жить нормально не захотел. Стал бомжевать. Он с мусорки приносит, то есть это овощи, тарелки, шприцы. И вот это полностью все, не наступишь, мы убирались с 8 утра до 10 вечера. Когда родные начали делать замечания, мужчина стал им угрожать и обворовывать дом, рассказывает девушка. Вынес все кастрюли и украл деньги, тысячу гривен. Он начинает вот тут разбивать окно, залазит, потом тут были кирпичи, он кирпичом кидает. То есть я вовремя закрываю дверь, только он меня убил бы. На своего дядю девушка пожаловалась в милицию, но уверяет, ничего после этого не изменилось. Вызвали милицию, а милиция нам сказала, когда он кого-то убьет, тогда мы посадим его. В этот же вечер нерадивый родственник решил отомстить. Вечером, когда вся семья легла спать, он запер дом снаружи на замок и поджог. Дым увидели соседи, они-то и спасли людей от гибели. Побежали, начали тушить, они в доме закрытые, ключ оказался у него в комнате, которая горела. Он лежал, спал, курил, дремал, не знаю, что делать, под деревом. В милиции говорят, пока сделать ничего не могут. Мол, Екатерина написала только одно заявление. В нем девушка просит повлиять на ее дядю, который ведет антисоциальный образ жизни. На рассмотрение этой жалобы понадобится 10 дней. Сроки рассмотрения материала соблюдены. Будет проведена объективная проверка доследственная. И по итогам этой проверки будет вынесено решение согласно действующего законодательства. О пожаре, говорят в милиции, составили рапорт. Был это поджог или случайное воспламенение, будут разбираться. Но максимум, что грозит нерадивому родственнику, штраф и 15 суток тюрьмы. Только Катя уверена, это не поможет. Переживают, что по возвращению дядя может отомстить и сделать что-то еще более страшное. Ольга Коростелева, Павел Кубраков и Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».